Доброе утро! Бокер Тов! Шавуа Тов! Хорошей недели! У нас новая недельная глава Торы. Называется она Трума. Трума. Написано в главе Трума, что Всевышний обращается к Маше, что пусть доставят приношение мне от чистого сердца для строительства переносного храма. Нужны приношения. Но от чистого сердца это означает, что все, что касается святости храма, не может быть только материальным блеском металла, драгоценным. Здесь нужно давать это все чистого сердца. Интересно то, что мы собирали. Собирали столько, что нам уже сказал Маше больше не приносите. Что достаточно и осталось еще. Говорит, больше не приносите. Достаточно для того, чтобы соорудить храм. Это очень важный момент. Что это за приношение? Написано, что это золото, серебро и медь. Есть мнение наших мудрецов, что это бронза. Есть мнение, что это медь. Есть мнение, что это латунь. Есть такие мнения. И сооружения, которые строились из меди, допустим, жертвник, что он блестел так, как будто он золотой. Голубая шерсть. Это шерсть, покрашенная краской моллюска хилозон. Пишется в живой торе, что моллюск, у которого панцирь растет вместе с самим телом моллюска. И это настолько дорогая краска, что один кубический сантиметр этой краски требовал использовать восемь тысяч моллюсков. Краска баснословно дорогая. И нужно было красить ей в обычной жизни одну нитку. Одну нитку, которая вставляется в киси цицит. И интересный пример нам дает Медраж. Что двоюродный брат Маше, звали его Карах, он понял восстание. И он пишется, показал цицит, который состоял весь из голубых нитей. Тхелет. То есть это было что-то невероятное. Это было невероятные деньги. Сколько стоит может такой цицит. А в храме такая нить использовалась во всех тканых материалах. То есть если мы берем потолок храма и завесу, которая отделяет святилище от святая святых. И вход в шатер, называется полох при входе в шатер. И полох при входе во двор. Везде использовалась эта голубая нить. В очень больших количествах. И в одежде первого священника тоже использовалась эта голубая нить. Какой это цвет? Есть мне что-то было темный, такой синий цвет. Гиацинтовый какой-то. Разные мнения есть. Мудрецовно это очень красивый цвет. Теперь у нас есть багряница и черляница. Это два вида шерсти, покрашенные в разные оттенки красного. Допустим, есть мнение, что это глубокий малиновый цвет, это багряница. А черляница есть мнение, что это какой-то напоминающий оранжевый какой-то цвет. В общем, такие мнения. И лен. Дело в том, что в обычной жизни использовать лен и шерсть вместе, сделать из них одежду или какое-то изделие запрещено. Эта заповедь относится к заповедям Хуким, выше нашего понимания. И не знаем мы почему. Возможно, одно из мнений, что в храме используют такая нить, Всевышний сказал, именно сделать такую нить из голубой шерсти, багряницы, черлицы и льна, скрученных вместе. Может быть, из-за этого нам не зря такую смесь применять. Потом, что нам еще нужно. Идет козья шерсть, шкуры бараньи, покрашенные в красный цвет. Есть мнение, что они уже при жизни были такого цвета бараны и не красили. Есть мнение, что красили. И шкуры тахашей. Что такое тахаш? Наши мудрецы считают, что это единорог цветной кожей. Это животное, которое было кошерным животным. И оно было представлено только в пустыне для сооружения храма. Больше ему нигде не встречаем. Ни в Торе, ни в Танахе, нигде. Есть мнение, что это морское животное. Есть мнение, что это жираф. Есть мнение, что это нарвал. В общем, разное есть мнение наших мудрецов, что это животное. Конкретно мы не знаем. И использовали мы для строительства храма дерево шитим. Дерево шитим. Мудрецы предполагают, что это акация. Другие мудрецы считают, что это кедр шитим. Откуда у нас взялось в пустыне кедр шитим? Дело в том, что Яков, будучи пророком, он высадил в Египте кедры, когда пришел в страну. И через 210 лет они уже были большими деревьями, мы их собрали и ушли. Вот так вот. Поэтому у нас уже были с собой эти кедры для сооружения мешканов. И камни драгоценные нужны были нам. Ониксы и другие драгоценные камни пишутся. И масло для миноры, масло для помазания. Наши мудрецы считают, что было 13 видов материалов для сооружения храма. На сегодняшний день наш первый урок по главе Мишпатим заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы Яков бен Нахум, моего дяди Владимира бен Григорий, Лев бен Шмейль, Хай Малкабад Йосиф, Мирабад Аврагам и памяти Ури бен Харитон и Мендель бен Мендель. За здоровье Светлана Батклара, Анна Батривка, Полина Перл, Батсоня Сура, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Евгений Бен Софья, Моисей Бен Ева, Двоера Батмира, Ирина Бат-Двоера, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен Берл, Евгения Бат-Ида. И за хороший шудух и всего самого наилучшего Агрон Арье Бен-Двоера и Денис Бен-Нахум. Всем всего самого наилучшего. До встречи на следующем уроке завтра.